Всем здравствуйте! Наверное, многие были свидетелями ситуации, когда тот или иной человек в жизни совершал какие-то нехорошие поступки или страшные вещи, и по тем или иным причинам он избегал наказания. Например, тюремного срока. Но проходило время, и через месяц, через годы и даже через десятилетия у него происходило в жизни что-то страшное. С ним самим смерть, страшные болезни или с его родными, близкими людьми. К чему я это все веду? У нас в Украине сейчас война. Российская Федерация ввела на территорию Украины свои войска, развязала полномасштабную войну, и у нас сейчас гибнут люди, женщины, дети, разрушается инфраструктура. И вот эти все беды на чьих-то руках. На руках тех, кто отдавал приказы начать войну. На тех, кто зашел на территорию Украины, кто воюет, то есть на солдатах. И когда эти самые солдаты вернутся домой, кто вернется домой в Российскую Федерацию, даже живой и здоровый, пускай он не удивляется, если через месяцы, годы, и даже через десятилетия у них в жизни наступят черные полосы с страшными последствиями в виде болезней и смертей их самих или их близких людей. Потому что законы Кармы или законы Бумеранга, не имеет значения, как это называть, никто не отменял. Я более чем уверен в том, что рано или поздно этим людям будет стыдно за то, что они с оружием в руках были на территории нашей страны. Я более чем уверен в том, что когда за солом будут вестись разговоры на эту тему, этим людям будет очень стыдно, они будут хотеть провалиться сплошь землю и будут отговаривать, себя оправдывать, что я там был, но я там был где-то там писарем в штабе и я оружие вообще в руки не брал, хотя на самом деле это было не так. Будут неловкие моменты, когда дети и внуки будут спрашивать таких людей, а был ли ты в Украине, воевал ли ты там, и есть ли смерть на твоих руках безневинных людей. И этим людям будет тоже стыдно, им придется врать, опять врать, извиваться. Боясь признаться им и признаться себе, что да, я преступник военный, я совершал страшные вещи в своей жизни с вытекающими отсюда последствиями. То же самое относится и к тем, кто практически не имеет отношения к той войне, которая сейчас идет в Украине, но поддерживает тот же самый режим, того же самого Путлера, который эту войну развязал. Вот давайте возьмем для примера ситуацию, когда в России город Эйск или Эмск, не важно, упал самолет в полном боекомплекте и упал на жилой дом. Вот я более чем уверен в том, что в этом доме, в этом подъезде, где упал самолет, были люди, которые поддерживали эту войну или кто пошел в Украину воевать и так дальше и тому подобное. Вот люди поддерживали, воевали, а самолет упал, например, на их дом, на их квартиру, на их семью и так дальше и тому подобное. То есть от этого не убежишь. Поэтому прежде чем совершать в жизни какие-то страшные вещи, всегда нужно знать, помнить и думать о том, что за все придется отвечать.